Мы на месте. Мы приветствуем НС и интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Значит, она доверит. Она сидит, я бы сказала, на троне, с большими подлокотниками. И у нее как какая-то палка в руках, это как атрибут, у которого она может стучать по полу. Понятно, представляю себе. Править. НС, откуда у вас этот трон и откуда у вас этот, в кавычках, жезл в руках? Вы знаете? Жезл, трон? Да. Ой, нет, не знаю. Это подключка. Скэнер, просканируй сейчас этот трон, этот жезл. Отключай все, с чем они связаны. Выводи все чипы, датчики, импланты вместе с этими артефактами, отправляющих в клетку тюрьму, как они выходят. Пошел процесс. Готово. Больше ничего не мешает? Не мешает. Она сейчас руку трет, где этот жезл был и там энергии чужие. Понятно. Даю команду, значит, три скэнера сканирует пространство над головой НС и под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел НС и находит все. У нее небольшой арахноид, который он должна была чувствовать, голова, шея, плечи. Передвигается быстро. Да. И у нее демон. Вот так вот. Какой? 14. Ну и что ты делаешь в этом биополе? С этим троном и жезлом демон? Карнавал ее. В чем причина твоей подключки? Эгоизм. Да ты что? Всегда права. До такой степени, что 14-герцовый демон уже приходит на такой эгоизм. Ну что, до такой степени развит? Или ты увидел потенциал его расширения? Вот-вот. Короновал. Пускай правит. В принципе, Несса, я не знаю, здесь даже, наверное, и комментировать нечего, потому что вы прекрасно понимаете, о чем говорит демон. Я прекрасно понимаю, да и демон понимает, о чем идет речь. Нотки у нее есть эгоистичные. Эти нотки вредят окружающим ее людям? Приносят какой-то деструктив, когда она говорит? Нет, они не оскорбительные, они эгоистичные. Эгоистичные. Властные. Да. Властность – это частота демонов. Здесь просто говорить даже не о чем. Хорошо. Начинаем. Скажи мне, сколько ты находишься в этом биополе, что я понимал? Три месяца. Понятно. Арахноэ, сколько ты присутствуешь? Подожди, он еще говорит, что вот эта властность не дает ей слушать людей. Она не всегда дослушивает и принимает какие-то их идеи или проблемы или что-то. Она просто их не слышит, потому что она считает, что как она думает, так и правильно. Не то, что там важность, а именно она альтернативу какую-то другую не видит. Значит, она не видит всю правду, потому что информация с разных сторон дает объективность. А здесь получается зацикление на себе и на своей правоте. Это частота демонов. Если не один, если этот демон уйдет, на следующий день придет другой. Если вы не измените в себе что-то очень серьезное, вы должны внимательно послушать эти слова, которые вам говорят сейчас. Вы должны изменить свои отношения к другим и к себе в первую очередь. Властность интересует только демонические структуры. Хотя космические паразиты тоже очень этим интересуются. Итак, арахной, сколько ты находишься в этом биополе? Спринтер. Месяц. Один месяц. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Нессы спроизвировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, арахнойду и демону, а также к трону и жесту. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены и низкоаборационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мысли форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Нессе. Все негативные патогены отдаем. Кто из вас присутствует еще в квартире, Нессы? Арахной, демон? Никто. Никто. Хорошо. Готово. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Несса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Несса себе обратно на хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилий потоки в 50 раз. Вот где у него жезл, был в ладошке, а эти энергии вернулись к демону, а от него сейчас идут энергии чистые, возвращаются. Это же обмен энергиями, конечно. Готово. Итак, мы все забрали. Арахноид, выходи, вытаскивай все, что я оставил в биополе, паутину, иголки, свое присутствие полностью. У него такие, как маленькие гвоздики, шея, затылок, голова, над висками. Ну, она при любом должна была его чувствовать. Готово. Хорошо, демон, твоя очередь. Выходи, вытаскивай что-то еще, оставил ее в биополе, отключайся, возвращайся назад. Где-нибудь есть затемнение в биополе у нее? У нее ноги затемнены там, где она сидела в этом кресле. Хорошо, хочешь забрать это затемнение? Хочешь ты. Сначала сними все, что я оставил, потом я дам отдельную команду. Носки он снимает, высокий гольф. Готово. Разрешайте забрать затемнение, забираю, возвращайся назад. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Инессы с демоном, арахноидом и артефактами демона. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белый свет Инессы, этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены низкооперационные остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Энергия выходит, она говорит, какие неприятные энергии во мне сидели чужие. Так и есть. Шарик вышел. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку, закрывая печат и растворяем. Даю команду скэнера на контрольную проверку. Пошла проверка. Она говорит, как будто туман с головы ушел. Честно. Причину вы знаете. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая, поднимем воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Итак, все проверку прошли. Первый раз я отпускаю. Демон готов уходить? Да, готов, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. И он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяем. Арахноид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяем. Патроном и жезлом открывая воронку в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Посмотри, сколько энергии нужно Инессе и какая частота вибрации. 380 и 24. На счет ремакушку головы Инессы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые. Ей цвета начинает поступать, мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Инесса, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Очень гармонично и сбалансировано. Вы можете каждый день себя так чувствовать. Следуют те рекомендации, которые мы вам уже давали, которыми вы не пользовались. Обратите внимание на то, что мы вам говорили в этом сеансе, на то, что говорил отдельно демон. На эту черту, если вы не хотите новой подключки, вы должны в себе что-то обязательно изменить. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию НСВ в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, клеточке и извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Активируем ее в биополе Меркабу. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok